Международный день распространения грамотности Вы смотрите это видео и можете прочитать все, что написано, а также посчитать его длительность. Это кажется абсолютно естественным, однако не все люди могут совершить эти же действия. С 1967 года, 8 сентября, во всем мире ежегодно проводится празднование по случаю Международного дня грамотности. Этот день был учрежден ЮНЕСКО по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности. Главная цель Дня грамотности – активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности. Ведь по состоянию на 2020 год в мире около 770 миллионов взрослых не умеют писать и читать. Шесть из десяти детей и подростков не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу. Лидирующие позиции по уровню грамотности занимают Россия, США, Европа, Канада, Австралия. Удивительно, но в Португалии неграмотными остаются около 5% населения. Самые низкие показатели уровня грамотности в африканских странах и на юго-западе Азии. В большинстве стран Африки в начальной школе учатся 7 лет, и это образование обязательное и бесплатное. Однако большое количество детей все равно не посещает занятия. В такой школе дети изучают базовые школьные предметы, а также основы этикета, религии, ремесла и сельского хозяйства. Более серьезная подготовка начинается позже, но не все могут позволить себе получать дальнейшее образование, так как оно платное. Среди африканских государств по уровню грамотности лидирует Южно-Африканская республика. Давайте узнаем, как там обстоит дело со школами и представим, что происходит в остальных странах. В 14% школ нет электричества, 10% школ не имеют водоснабжения, в 80% школ дети никогда не были в библиотеке. Примерно такая же ситуация с компьютерами. В связи с катастрофическим положением образования на африканском континенте создаются различные инициативы, призванные его улучшить. Африканский детский образовательный фонд поддерживает тысячи молодых людей с помощью долгосрочных стипендий и программы строительства общинных сельских начальных школ. Фонд «Элиас» предоставляет стипендии детям в Зимбабве, чтобы они могли получить лучшее образование. Еще одна важная мировая проблема – это система образования для девочек. Генеральный директор ЮНЕСКО Одрия Азулай в одном из выступлений отметила, «С самыми большими преградами по-прежнему сталкиваются девочки. По нашим подсчетам, 9 миллионов девочек младшего школьного возраста никогда не начнут учиться. Среди мальчиков этот показатель 3 миллиона. 4 миллиона этих девочек живут в странах Африки к югу от Сахары. Там ситуация особенно плачевная». В Нигерии безграмотными считаются 17% женщин в возрасте от 15 до 24 лет. В Малии только 38% девочек заканчивают начальную школу. В Гвинеи среднее время получения образования среди женщин старше 25 лет – менее года. В Буркино-Фасо только 1% девочек заканчивает среднюю школу. В Либерии почти 2 трети девочек в начальных классах не ходят в школу. Недостаток учителей – распространенная проблема в бедных странах. Например, в Центрально-Африканской республике один учитель приходится на 80 учеников. ООН заявила, что еще 69 миллионов учителей должны быть готовы к работе во всем мире к 2030 году, чтобы выполнить международный план по всеобщему образованию. Разные страны по-своему решают проблему образования и распространения грамотности. В Бангладеш население постоянно страдает от наводнений. В этот период дороги находятся под водой, поэтому учащиеся из бедных семей не могут ходить в традиционную школу. Благодаря инициативе некоммерческой организации появились Шикха Тори, что переводится как «лодка просвещения». Школа в буквальном смысле приплывает к ученикам. Создано около ста лодочных школ, каждая из которых получает необходимую энергию от солнечных батарей, оборудована ноутбуком, доступом в интернет и небольшой библиотекой. При этом школа сама забирает детей из дома по утрам и развозит после занятий их по домам, подобно школьному автобусу. С момента открытия подобных школ в 2002 году уже 70 тысяч детей получили в них образование. Провинция Гучжоу – одна из самых бедных в Китае. Люди там зачастую недоедают и не могут позволить себе лишнюю пару обуви. Но и в условиях тотальной нищеты жители сумели организовать школьный досуг для детей. На ту минимальную сумму, что выделило государство, построить нормальное здание было невозможно. Выходом стало создание школы в пещере. Эта школа работала с 1984 по 2011 год. Здесь трудились всего 8 учителей, которые обучали около 200 учеников. В пещерной школе построили деревянные классные комнаты и самодельную баскетбольную площадку. В Якутии проживает много семей оленеводов. Их дети на протяжении многих лет уезжают от родных в специальные интернаты, чтобы получить образование. Жизнь якутских детей изменилась с появлением кочевых школ. Такие школы по праву можно назвать самыми маленькими по численности учеников и персонала. Подобное учебное заведение насчитывает от 6 до 8 учеников, где работают 2-3 педагога. Кочевая школа оборудована спутниковым интернетом, что дает возможность общаться с внешним миром. В 2021 году тема Международного дня распространения грамотности – сокращение цифрового разрыва. Пандемия в значительной степени повлияла на процесс обучения как детей, так и взрослых. Она обозначила важную проблему доступности образования, ведь большое количество людей не имеет возможности учиться дистанционно. В 2021 году в рамках Международного дня распространения грамотности будет обсуждаться ее влияние на создание фундамента восстановления мира после пандемии. Особое внимание должно быть уделено взаимодействию грамотности и компьютерных навыков, необходимых в современном мире. Ведь компьютерная грамотность крайне важна сейчас, когда все более актуальным становится дистанционное образование и пересматриваются взгляды на процесс обучения. Продолжение следует...